Ранее я выяснил, что, оказывается, большой отряд банды-могильщика уцелел, и, возможно, даже сам могильщик. Оставлять этих ребят было нельзя, и мы вместе с серьёзными бойцами наведались к ним на огонёк. К сожалению, не без потерь, но поставленную задачу выполнили. Теперь же нам следует найти главаря банды и закончить начатое. Не забывайте ставить лайки, если прохождение вам нравится, ну и писать в комментарии, как мог выжить могильщик и кем он стал после этого. Приятного просмотра! Представлять, в прошлый раз я не заметил Саню Галаша, но он на самом деле сидит тут. Вот он, Саня Галаш, у костра прям. Давай пообщаемся. Помнишь своих убитых разведчиков, Санёк? И ещё бы, из головы не идёт, при них ничего не было, так? Не кабаны же их обшмонали. Тогда встаёт вопрос, кто? Если люди могильщика, то они бы и тела с собой утащили, потом в пентаграмму положили бы, или в разлом сбросили. Твои разведчики, группа водяной крысы, копатели, может ещё и тефтон с байдой. Походу, всё это звенья одной цепочки. Очень может быть. Слушай, Грек, один из группы крысы всё же выжил. Катчер. Знаешь его? Видел? Да только под Ханкой он, если ласты не склеил. Как кореш его? Симпсон. Но отпустит же его когда-то, если не загнётся. Грек, мне как бы совсем неловко, но может тебе стоит побазарить с ним? И ежели цепочка приведёт к хрени, о которой я думаю, то можно и побазарить. Угу. Поговорить с Катчером. Это тот самый человек, который сидит рядом со смотровой вышкой, и мы с ним обязательно поговорим. Ну и в общем-то всё, видимо, нас больше ничего никуда не ведёт. Пойдём попробуем, в любом случае. Прохожу мимо места, где я пытался поймать артефакт, и теперь тут ничего нет. Вообще моя штука исчезла, да? Или она где-то в другом месте была? А, вот она типа. Вот она что? Я не знаю, как её подобрать. Она никак не берётся, с ней ничего сделать невозможно. Я вот её установил, она просто превратилась в это. Может она типа таким образом уничтожилась, или ну как? Я не знаю, как это понимать, ребят. В любом случае, она не подбирается. О, я в домике. Поймать артефакт. А-а-а-а. Забрать ловушку. Получена ловушка с артефакт. Что сейчас произошло? Я просто никак не мог взаимодействовать, но оказывается, каким-то образом можно было. И мы поймали какой-то арт. Ну вот что-то из этого. Бархат, скорее всего, да? М-да. Ну понятно, но если честно, я больше не видел артов, которые можно поймать столько с помощью ловушки. Если вам известны такие места, можете мне об этом сообщить. Но мне не хочется всю коллекцию собирать. 30 артов, вы чё смеётесь? Вот он сидит, всё как у людей, отдыхает, но говорить я с ним не могу. Значит, его ещё не отпустило, и поговорить нам с ним придётся чуть позже. Окей. О, кстати, иконы-то появились, прикинь, которые мы принесли. Это прикольно, когда ты что-то приносишь, что-то сдаёшь по квесту, и это потом вот как бы появляется. А не просто исчезает в инвентаре у персонажа. Ничего себе. У ребят тут всё серьёзно, смотри, какие машины. Палатки отдыхают, на ящиках сидят. Чё надо? Господи, какой злой. Пацаны, вы чё, я же это, я же как бы, ну, с добрыми намерениями в машину садиться не можем. А жаль, я бы покатался. О, АТП закрыто. Хм, чё там написано? Открой врата и следуй странник туда, где не бывает цвета. Солнца. Не понял. Мне вот так надо сделать? Смотри-ка, интересно. Давай откроем. Опа. Опять! Опять эта шляпа, заметили? Смотри, меняется небо. И то же самое у нас было, помните где? В Тёмной долине возле крана. Ну, там ни хрена, ничего не было. Я не понял вообще, зачем это было. Странно, смотри. Чё, открываем давай? Это тут свои скримеры, вот сейчас вот эти вот страшные звуки можете убрать. Понятно вам? Куда вообще вошёл? У-у-у-у. Мужики, вы чё там делаете? Позаботиться о возвращении. А что значит позаботиться о возвращении? Откроем дверь на всякий случай. Давай тут вложить ключи. Допустим, вложить. И-и-и. Меня должно телепортировать. Так, я стою в центре этой пентаграммы, и у меня начинает мутнение в глазах. Скорее всего, меня должно переместить на какую-то локацию, пока этого не происходит. А, наступает тьма же, кстати. А, в круге я, наверное, буду в защите. Да, наступает та самая тьма, которая была в начале игры. Вроде как в круге я должен быть в защите. Надеюсь. Походу, сейчас все люди, которые тут есть, им будет плохо. И странно, что они не паникуют, кстати. На них чё это не действует? Всё, ребят, темнеет. Всем пока. Так, надеюсь, меня не съедят сейчас в темноте, не укусят за ногу или куда-то туда. И-и-и. Ага. Ну и в итоге меня, конечно, видимо, перемещает всё-таки, да. Перемещает меня, господи, тут правда очень темно. Где я? Ребята. Я ждал тебя. Я знал, ты придёшь. Жить мне осталось недолго. Я застрял здесь. Убери оружие. Я дам тебе то, зачем ты пришёл. Без боя. Это могильщик. Он живой. Я не знаю, как он выжил, я, собственно, ручно его погубил. Ну, может быть, я его типа ранил, там, знаешь, а он как-то вот... Не знаю, вот вообще даже предположить не могу. Ну, ладно. Мы с вами на АТП, но как будто в другом мире, в супер тёмном мире. Тут серьёзно темно, летают какие-то птички, синички. Причём очень быстро, в отличие от ворон зоновских. И где ты сидишь теперь, дружище? Я тебя не найду. Локация называется АТП, да? Выглядит она супер пусто и немножко иначе, нежели зоновская АТП. Ага, наконец-то я его нашёл. Если у тебя нет ключей, тебе тоже не выбраться отсюда. Только ключи открывают врата между Патха-Тадэш и нашим миром. Что это за место? Патха-Тадэш. Преддверие Тадэша. Тьмы между мирами. Ты вложил ключи в скважины и открыл врата. Как отсюда выбраться? С ключами просто. Найти врата и вложить ключи. Зачем ты убивал людей в пентаграммах? Всё равно ты не поверишь. Хотел закрыть брешь. Ошибся я. Ошибся? Ни хрена себе. Знаешь, что за такие ошибки в лагере делают? Не сотрясай воздух, грек. По барабану мне. Серьёзные люди реально пытаются брешь залепить. Без танцев с бубном. Слушай, на психа ты вроде не похож. Что ж тебе так крышу двинуло? Нельзя прочитать Некрономикон и остаться в здравом рассудке, дружище. Что такое Некрономикон? Некрономикон? То зачем ты и пришёл? Проклятая книга безумного алхимика Абдула Альхазреда. Думал я, Некрономикон может закрыть брешь между мирами. А он лишь вызвал из Тадэша древних демонов. Что такое ключи? Это древние артефакты. И из ННР бы привезли их сюда, когда ещё самой зоны не было. Продолжай. А что продолжать, грек? Я больше не хочу говорить. Погоди, последний вопрос. Мутный старикашка с крутой пушкой. Водяная крыса? Мутный и нудный. В холодильнике я его запер. Сдох уже, наверное. Пушка его в ворлок там же валяется. Только убитая в ноль. Ни на что не годится. Ясно. Так ты отдашь мне книгу? Пристрели меня и забирай. Или есть предложение. Я понял, что ключи у тебя имеются. Мы вдвоём здесь. Но всё равно предлагаю честный поединок. Кладём ключи и некрономикон в один ящик. Расходимся. По сигналу начинаем сходиться. Победителю достанется всё. И ключи, и некрономикон. Или прямо сейчас перестрели меня и забери манускрипт. Никто ведь не узнает. Что решишь? Чё-то странно. А чё мы вместе не можем выйти? Ну, я бы на самом деле с ними сотрудничал, конечно, после того, что он там над людьми издевался. Но в чём логика? Мы вместе, что ли, выйти не можем? Не, ну поединок так поединок. Давай попробуем. Ну, чисто попробуем, понимаешь? Не тяни. Покончим с этим. Я реально не вижу этого смысла. Цель прямо в голову. В смысле? Так я же согласился. Подожди, я чё-то не понял. Короче, давай так и поступим. Ну, поединок так поединок. Поместить ключи в ящик. Это в какой такой ящике? Давай на всякий случай пулемёт возьмём. У меня патроны к нему имеются. Ну, 140, думаю, неплохо. Не знаю, ошибся ли я. Ну, там же посмотрим. Так, дружище, а где ящик? Я запутался. Так, подожди. Конечно, да. Я обращу внимание на то, что оказывается в одинаково. Или со своих перебил? М-м-м. Вот это прикол. Вот это... А я ещё помню, что-то я его трупа не нашёл. Но я даже не подумал, что это он. Я подумал, что, не знаю, баг, труп исчез. Или что-то типа того. А, так ты меня, может быть, к ящику ведёшь? А, ящик отмечается. Хорошо. Или мне туда встать надо, типа. Где я вообще? Это на карте есть-то хоть? А, ну, понятно. Нет, это я где-то вообще в другом мире. Ну, разумеется. Чё? Чё ты там? Подожди, чё он сказал? Он чё-то... Э-э-э-э, ключи. А, ну ящик-то тут, это понятно. Хорошо, всё. Теперь идём дождаться. Да-а-а. Ладно, хорошо. Вот, а как я туда пройду? Ну, наверное, надо ждать сигнала. Ждём. И сколько я буду сигнала ждать? Ну, готов. Начнём. Ага, ну, конечно. Когда я не могу уже обратно перелезть. Давай начнём победить в поединке. Ну, давай. Теперь ищем этого и разбираемся. У меня есть ПНВ, наверное, его включу. Вот, кстати, холодильник с водяной крысой вроде как. Ну, да, тут у нас вот волына лежит. Ворлок тот самый. Наверное, я могу его взять. Ну, и водяная крыса. Замёрзла? О, господи, помилуй. Скримерами тут дают всякие. Пару ножей и записка. Написано простым карандашом. Жизнь утекает из меня вместе с теплом, и жить осталось мне от силы пару часов. Ещё раньше я лишусь рассудка, и это хорошо. Как этому чёртовому могильщику удается поддерживать адский холод в холодильнике? Хотя плевать. Могильщик долбанный псих. Это из-за его безумных мышлений мы оказались здесь, в вечном сумреке. Он говорил, что достаточно точно скоординировать ключи в нужной точке, и откроется портал к центру зоны. Портал открылся, но не туда, куда думал могильщик. И теперь мы сдохнем. Столько трудов, столько крови, и вот финал. Старый холодильник, сломанный в ворлок, адский холод. У меня есть два ножа, кованые из стали. Оружие против демонов, но нет мужества вскрыться. У меня есть голос, но нет желания звать могильщика. Лучше я сдохну в одиночестве. Одно немного радует, он сдохнет тоже. От голода и жажды. Без ключей отсюда никому не выбраться. Все, прощайте. Постараюсь уснуть и замерзнуть во сне. Понятно. Ну давай, покойся с миром. Ну хотя бы с каким миром, но я понимаю, да, он как бы совершил плохие вещи. Он завалил свою группу, вот только я не понял почему. Зачем? Чтобы что? Я не могу найти дуру, я уже минут пять хожу просто туда-сюда, и не могу его найти. Почему нельзя было это нормально реализовать? Ха, понятно. Он еще типа призрак какой-то, какая-то бабайка, да? Ну понятно. Теперь я должен ходить и выискивать дуралей, он там по разным точкам перемещается. Вообще шикардос, ну давай. Ну я не знаю, как это характеризовать. Он что, он тогда призрак какой-то, он не человек. А что тогда он не может выбраться там? Или почему он испытывает какие-то страдания, если он имеет возможность мгновенно телепортироваться? Мне не доставляет удовольствие сейчас его искать по кустам, по каким-то лазить. Вылазь там, не знаю. Давай я тебя постреляю. Ну такой себе. Я уже не знаю, сколько раз я его шмальнул, сколько раз я его положил. Но он такой, бессмертный. Я не знаю, сколько это будет продолжаться. Да ладно. Все-таки убил. Я не знаю, что было до этого. Кто это был? Это был он. А он умеет какие-то там вещи странные делать. Ну ладно. В любом случае мы забираем. Мы его победили, да? С не первой попытки, но все не менее. Я понимаю, что это таким образом попытались реализовать, типа босс-файт. Кстати, с Риот, я опять. Тут одна погода. Я выхожу, она другая. Я не знаю, как это работает. Ну как, не погода, а небо. Цвет неба. Ладно. Смотрим ключи. И некрономикон, и ключи. Все забираем. Выполнено. Один на один. Дальше что? Некрономикон тоже выполнено. Отдать манускрипт синоптику. У, собака. Водяной крысы мы обыскали, да? И записку его, и все у него тоже забрали. Да, водяная крыса покоится с миром. Он замерз. А так я не забрал записку? Забираем. Все, давай. Куда далее? Ух ты, я что-то вот разбил, и... Это что? А, это аккумуляторы для ворлока, реально? Аккумуляторы для станнера-фаната. Хм. Ладно. Обалдеть, что это тут делает? Прикинь, если бы я не разбил. Подожди, если это демонический какой-то там странный мир, какая-то тема так называемая, то почему тут есть ремонтный станок, на котором я могу чиниться? Что-то я сейчас вот этого вообще прикола не понял. Ну ладно. Ага. Снова эти руны, причем довольно-таки близко надо подойти, встаем в центр в очередной раз. И сейчас меня, скорее всего, опять телепортанет, да? Ну да. Скример напоследок покажете или как? Так, я переместился. Я снова в нормальном мире. Тут пацаны сидят. Наверное, у них вопросы были, почему я исчез на глазах или нет. Им, наверное, пофиг, да? Дед, тебе вообще все равно, да? Да, их это не касается. Куда мне идти? Возможно, за одним из контейнеров все-таки не надо забывать, что это наше главное задание, но, наверное, в рыжий лес. А в рыжий лес нам как попасть? А в рыжий лес вот нам никак-то и не попасть получается. Стоп, а как же я буду это делать? Не понял. Смотри, если я тут, куда мне идти? Допустим, на свалку. А со свалки куда? Слушай, сложно. Слушай, сложно.